В эти выходные на улицах города можно было увидеть людей с ног до головы испачканных краской. Они принимали участие в необычном фестивале. Уже не первый раз горожане собираются вместе, чтобы разукрасить уходящее лето всеми цветами радуги. Присоединился к ним и мой коллега Дмитрий Ковалев. Пакеты с краской на этом фестивале разлетались как горячие пирожки. Участники акции словно соревновались, кто больше себя испачкает. Одежду здесь никто не жалел, хотя организаторы предупреждали честно, что отстирать ее будет невероятно сложно. Когда на стадионе и яблоку негде было упасть, ведущий дает команду на массовый запуск краски. Кто-то окрашивал себя сам, кто-то кидался краской в других. Укрыться от нее пытались только фотографы, свою аппаратуру они прятали под защитными плащами. Но участники фестиваля уворачиваться от краски и не думали. Чем больше ее на одежде, тем лучше. Фестиваль красок в Чебоксарах проводят только во второй раз. Но идея не нова. Подобные акции прижились во многих городах и они пользуются популярностью. Организаторы говорят, для того, чтобы собрать людей на стадионе, они просто кинули клич в интернете. Сарафанная радио сработала эффективно. Необычную идею поддержали более трех тысяч человек. Это мероприятие мы проводили в прошлом году в первый раз. Это мероприятие, где мы просто кидаемся друг другу краской. Вспоминаем детство. Ради счастья, удовольствия, яркости. С этого стадиона участникам никто не ушел. Порция яркого настроения досталась нашей съемочной группе. Но вообще, говорят организаторы, на этом фестивале было израсходовано полтона краски. Смыть краску участникам фестиваля тоже решили помочь. Напоследок на стадионе устроили и водные бои. Дмитрий Ковалев, Антон Ловк, Республика.